Книга открытым оком. Тема Святая Библия. 16 том. Вопрос 3088. Вот мы снова в этом году ходили в Покровский собор на пятой неделе Великого Поста. В среду и вечер мы в 4 часа отстояли. Говорят, что читался канон Андрея Критского и называют это моление Мариным стоянием. Устала, а ничего не вынесла, кроме усталости. Приятно было кланяться и так много. Ночью ноги судорога сводила даже и поют хорошо, а на душе пустота. Кто такой Андрей и что это за канон, так и не сказали. Мне рассказали сестры, что вы на занятиях подробно проходили в прошлые годы этот канон по-русски. Но я тогда еще не ходил в церковь. Где же можно узнать об этом? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапин. На этот вопрос я уже отвечал в книге открытым оком том 5 вопрос 1426. Андрей Критский, святитель, около 666 года по 740. То есть умер 80 лет ему было. Византийский подвижник, церковный поэт, гимнограф. Родился в Дамаске, подвязался в Иерусалимской обители святого Саввы. В качестве секретаря Иерусалимской патриархии участвовал в VI Вселенском соборе. Впоследствии Андрей Критский был поставлен епископом города Гартины на острове Крите. Самое известное произведение Андрея Критского – «Великий канон», содержащий 250 тропарей, стров. Весь канон посвящен теме покаяния. В качестве сюжетной канвы использована библейская история Ветхого и Нового Завета. Образы и события Священного Писания повсюду в каноне связываются с восхождением от греха к примирению с Богом. Память святителя Православной Церкви празднует 4 июля. Мария Настояние – народное название утренней, совершаемый в среду пятой седмицы Великого Поста, считается уже четверг, на которой читается великий канон святого Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской. При встрече с Зосимой Мария была поднята на воздух и стояла на локоток от земли. С этими словами она обратилась на восток, цитирую, «вошедшая очи кверху и подняла руки». Она начала молиться, но так тихо, что Зосима не слышала и не понимал слов молитвы. В трепете молча стоял он, поникнув головой. «Призываю Бога во свидетели», – рассказывал он, – «что через некоторое время я приподнял глаза и увидел ее, поднявшись на локоть от земли». Так она стояла на воздухе и молилась, и увидев это Зосима, затрепетал от страха со слезами, повергнулся на землю и только произносил, «Господи, помилуй!». И тут его смутила мысль, не дух ли это и не привидение ли, какая бы молящаяся Богу. Но святая, подняв старцы земли, сказала, «Зачем, Зосима, тебя смущает мысль о привидении? Зачем думаешь, что я дух, совершающий молитв?». Мария поведала себе, «Я, святой отец, родилась в Египте, но, будучи двенадцати лет от роду, когда были живы еще мои родители, я отвергла их любовь и отправилась в Александрию. Как я потеряла свою девическую чистоту и стала неудержимым, ненасытно предаваться любодеянию, об этом без тяда я не могу даже помыслить, не только пространно рассказать. Скажу только кратко, чтобы ты узнал о неудержимой моей похости. Семнадцать лет и даже больше я совершала блуд со всеми, не ради подарка или платы, как так нечь, так как ничего, ни от кого я не хотела брать. Но я так рассудила, что даром больше будут приходить ко мне и удовлетворять мою похоть. Какой язык, какой слух вынесет рассказ о позорных делах, совершенных мною на корабле во время пути. Я увлекала на грех даже против воли, и не было потыдных дел, каким бы я бы ни научала. Поверь, отец, я ужашаюсь, как море принесло такой разврат, как не разрезла земля и не погрузила меня живою в ад после совращения столь многих людей. Я думаю, отвечала она, протекло срок семь лет, как я оставилась в этой город. Поверь мне, отец Зосима, что семнадцать лет прожила я в этой пустыне, борясь со своими безумными страстями, как с лютыми зверями. Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте. Мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды. Я изнавала от жажды и страстно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавое меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слова, слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыне. Тогда я мысленно становилась перед иконой, поручительницей моей, причистой Богородицы, и с плачем умоляла отогнать от меня мысли, смущавшие мою душу. Долго я так плакала, крепко ударяя себя в грудь, и, наконец, как бы свет разливался вокруг меня, и я успокаивалась от волнений. Как признаться мне, отец, в блудных вожделениях, овладевавших мною? Прости, отец. Огонь страсти загорался во мне и опаял меня, и понуждая к похоти. Когда на меня находил такой соблазн, то я повергалась на землю, обливалась слезами, и представляла себе, что при домой стоит сама моя поручительница, осуждает мое преступление и грозит за него тяжелым мучением. Подверженный на земле я не вставал день и ночь, пока тот свет не озарял меня, не отгонял смущившие от меня мысли. Тогда я возводил очек поручительницы своей, горячо прося помощи моей страданиям в пустыне. Действительно, она мне давала помощь и руководство к покаянию. Так провел я 17 лет в постоянных мучениях. Придя в очередной раз, Зосима нашел Марию умершей. Тут он увидел у головы блаженной такую надпись, начертанную на земле. «Погреби, Ава Зосима, на этом месте тело смиренной Марии и отдай прах праху». Римлянам 10.3 «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». В рассуждении о Марии Египетской ни разу никто не спрашивает, по повелению ли Божией она сотворила, уйдя в пустыню, и требует от этого Бог всемогущий. Берется во внимание только свидетельство одного человека Зосимы, а он ни разу не подверг сомнению, видя наисслышанной, а только падал к ногам ее, проливал слезы, целовал землю и восхищался разумом. Премудрость 28.9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Житие Марии от первого ее шага и до смерти не сходится со словами Христа и апостолов ни разу и нигде. Исайя 8.20 «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Иоанна 11.10 «А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». 2 Петра 1.19 «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». О житии Марии невозможно говорить во свете Библии. Тебя источат и ошельмуют попы. Житие Марии и Магдалины воистину равноапостольное. Не пользуется такой популярностью, нигде не отмечается хождение Марьина, проповедь Марьина, благовестие Марьина. И хотя первому житью никто не подражает, ибо поставлен феноменальный рекорд самоистязаний на века, но и Марии и Магдалины вряд ли кто поливнует подражание. А вот она-то и достойна подражания и истинной памяти. Евреям 13.7 «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражая вере их». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова